Летом и осенью садовина, гарудняна и зерня. На протягу сего года металлолом, макулатура и другасная полимерная сыровина. У районных споживецких товарыствах не утойвают. Обращая выполнение ответного державного заказа, это еще и прибыток непосредственно для организации. Правда, сегодня, разумеют, это не только у спожив товарыствах. Это ранее другасные отходы было больше просто выкинуть, чем шукать нарыхтовшие пункты. Конкуренция примушает разглядать разные варианты и организовать прием усюда, где есть хоть минимальная мощность. Мы также заготавливаем и в магазинах, по возможности, где есть макулатуру, полиэтилен, стеклобой и машины бортовые, они вывозят на накопительной площадке, как в данном виде, вот видите, и после накопления отгружаем на предприятие. Увезцы Цераховка Дубровского района на рыхтовчий пункт працует уже некольки годов. На отсутность сдачика тут не скарзаться. Нехто вырешил позбавиться от старых решов, нехто специально сбирает и шпэт-бутыльки, те металлолом. Тем больше, что в советские часы у особных господарках непотребный металл просто закапывали у землю. Дарыш, некоторые вязковцы на сдачу другазной сыровины зарабляют до миллиона рублей в месяц. У инших, правда, доходы больше степлые, але так само недренные. Больше всего можно заработать, конечно, на черном металле. Есть люди, которые сдают и по полтонны, а полтонны – это уже 650 тысяч. Это, как мне говорится, прибавка к зарплате или бюджет семейный большая получается.